МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инструменты производственной системы Росатома на производстве. Возобновились занятия по плаванию в бассейне школы номер один. Смоленские атомщики почтили память героев. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3176 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 9 дней декабря составила 608 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 31 миллион киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 18,2 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС прошли отборочные этапы на дивизиональный чемпионат «Реа Скиллс-2020». Самоподготовка. Основителем был Паршин Сергей Игоревич, который неоднократно участвовал в разных конкурсах, занимал призовые места. Очередные испытания на мастерство в профессии проходили специалисты электрического цеха. Планирую, конечно, пройти этот отборочный этап и двигаться выше, как можно выше, насколько это позволит ситуация. Настроение боевое, конечно, волнение все равно есть, потому что впервые все это происходит, но все должно получиться. Что такое каракури и как его применить на производстве, знает ведущий инженер реакторного цеха Михаил Калитин, который неоднократно становился лидером попадающей предложений по улучшениям. Он придумал, как решить проблему кантования захвата транспортного чехла с топливом в Центральном зале без применения ручного труда. Его идея, уже воплощенная в жизнь, заняла первое место в конкурсе Смоленской АЭС на лучшие ПСТР-проекты и ППУ в номинации повышения эффективности работы оборудования. Применительно к производству каракури это механизмы, предназначенные для того, чтобы опускать и поднимать нетяжелые предметы, перемещать их в пространстве, изменять направление движения каких-либо объектов. Основная сложность при работе с длинномерными грузами их кантования. Перевод в вертикальное и горизонтальное положение. Захват транспортного чехла – одно из таких длинномерных грузов. До внедрения каракури двум стропольщикам приходилось при помощи специальной оттяжки отводить в сторону нижнюю часть захвата, при этом смещая центр тяжести. Далее при опускании вспомогательного подъема они переводили захват в горизонтальное положение и укладывали его на опорные стойки. Эта ручная работа требовала значительных физических усилий, кроме того, существовал риск повреждения захвата при случайной ошибке стропольщиков. После прохождения обучения по системам каракури была предложена идея по механизации процедуры перевода захвата транспортного чехла в горизонтальное положение. Данную идею сгенерировала наша команда. После разработки конструкторским отделом технической документации нам была представлена рабочая документация. В течение определенного количества времени мы смогли реализовать все это в металле, после чего начались плановые испытания. Соответственно, были небольшие доработки данной конструкции, что привело к более оптимальной работе кантователя как при подъеме, так и при опускании. Действие, основанное на законах физики и механики, помогает избежать применения ручного труда и исключить риск травмирования персонала. Опускаясь на упор кантователя, захват транспортного чехла по собственным весам поворачивается в положение хранения. Со 2 декабря возобновились занятия по плаванию в бассейне школы номер один, реконструированном при поддержке Смоленской АЭС, других организаций и предприятий Десногорска. После реконструкции бассейн полностью обновился и оборудован по самым современным требованиям. Заменена кафельная плитка, установлены высокотехнологичные системы слива, очистки и подогрева воды, новая электропроводка, освещение, отремонтированы душевые и санитарные комнаты. Особое внимание уделено системам вентиляции, гидроизоляции, автоматического управления режимами и, конечно, безопасности детей. 1 марта 2019 года мы открыли бассейн, и он был действительно технически готов к использованию. Но не было документации, которая подтверждала бы перепланировку, произведенную в бассейне. На это все ушло время. Вот это время и оказалось тем временем с 1 марта по 2 декабря. Пока оформлялись документы, бассейн готовился к приему юных спортсменов. Он был заполнен водой. Штатный лаборант каждый день контролировал ее температурный режим, проводил и химические анализы. Для этого в школе имеется все необходимое оборудование и химикаты, приобретенные на средства, которые выделены руководством города из резервного фонда. 28 ноября вышло постановление администрации муниципалитета о начале эксплуатации бассейна. Первыми обновленный спортивный объект испытают ребята из начальной школы. Весной откроется секция по плаванию для всех учащихся. Мы очень рады этому. Благодаря этому наши дети будут здоровы. Они будут иметь хорошую физическую форму. Ничем не уступает бассейн, чем в Дворце Молодежи. Как бы детям качественно, хорошо. Большое всем спасибо за то, что у нас есть такой замечательный бассейн, что оснащен всем необходимым. И самое главное, что счастливы наши дети. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Традиционно 3 декабря, в день неизвестного солдата, представители Смоленской АЭС, организаций и учреждений Десногорска возложили цветы и венки к братским могилам на Кургане Славы в знак памяти о великом подвиге своих предков. На поле памяти Кургана Славы похоронено более 1300 человек. Последнее захоронение прошло 31 ноября. Свой покой здесь обрели еще 19 воинов, чьи имена и фамилии не удалось восстановить. Отдать дань памяти неизвестным солдатам пришли представители администрации города, предприятий, общественных организаций и все неравнодушные жители. Мы будем дальше продолжать поисковую работу, потому что это единственная наша реальная помощь в поиске неизвестных солдат и восстановлении их добрых имен, что очень важно для семей военнослужащих. Память о Великой Отечественной войне – едва ли не единственная ценность, которая объединяет все свои населения любого возраста. Трепетно к подвигам предков относятся и молодежь. На мероприятии также присутствовали и школьники Десногорска. Прошло уже больше 70 лет, но в памяти людей живы подвиги советских солдат. А пока жива эта память, живы и они. Также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Хороших вам новостей, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!